Орел и Решка Мега шумные Мега контрастные Это лучшее место для сезона мега приключений Но новый сезон сам себя не проведет Так что знакомьтесь Неопытный путешественник Оля Антипова И путешественник без опыта Антон Зайцев Новые ведущие нового сезона Орла и Решки Мегаполисы В этом сезоне вас ждут мега необычные Мега провокационные И мега безумные приключения Кто из них будет мега бедным А кто мега богатым Как всегда Решит Орел или Решка Погнали Тихо-тихо Всем привет! С вами Орел и Решка И вы новые ведущие этой программы И пока вы не начали писать верните Ивлееву Или что это за классный новый парень в кадре мы действительно готовы начинать И в этом сезоне будет совсем все по-другому В смысле? Ты совсем дурак Ты дурак А если б я упала? А в смысле все по-другому? А как же золотая карта, монетка, странная женщина рядом? Значит все остается так же Орел Решка А где в комментариях писать верните Ивлееву? Пока Встречай европеоидов, мама Азия Ну что возьмешь с этих новых ведущих Даже забыли сказать, что сегодня мы прилетели в Макао Макао самый азартный мегаполис Азии Мегаполис греха И мега ярких зрелищ Ну что Макао? Встречай мега новичков! Это маяченьки Сегодня я сожру ваше детство Ладно, все начинали снизу. Нужно не переживать. Или быть объективным и переживать. Так. А где здесь обменник и ночлежка для нищебродов? Пойдем искать. Лучше так. Сейчас мы обменяем Бенжевина Франклина на тинг-а-у-н-го. Бестепременные ребята. Бестепременные ребята. Н optic Way Мани, деньги,евро, доллары. Приятно общаться с интересными людьми. Первый, первый, второй. Макао, Макао. Говорит Гонконг. Хештег. Я и китайцы, которые знают английский. Сейчас состоится исторический момент. Узнаем сколько же 100 долларов в местной валюте. Внимание. 500, 600. Не очень удобно, но я помню завет блогерши Ивлеевой, не знаешь, что делать, бери в рот. Спасибо большое. Вот для этого и нужны операторы. У меня 760. Здравствуй, нищая жизнь Макао. У меня первый раз золотая карта в сезоне. Угадайте, какая у меня будет первая дорогая машина? Я решила взять себе обычный Майбах. Ну как обычный Майбах. Боже, какой он огромный, длиннейший класс. Офигеть. Это тут на сколько человек-то машина? О боже. Майбах 62С. Это 6 метров и 20 сантиметров лакшери-вип люкс-класс пушка-ракета роскоши. О нет, вам не кажется. Эта тачка реально стоит 300 тысяч долларов. Все, поехали, поехали. Блин, как мне нравится. Посмотрите, как обшиты панели кожей, белой, черной. Мне нравится, что здесь три телевизора. Я правда не понимаю, зачем три. Мне нравится этот псевдодиско-шар, который является ароматизатором. У Майбаха есть собственный запатентованный запах – Майбах-агар-вуд. И это не запах елочки-вонючки, а парфюм на основе масла агарового дерева, который стоит 600 баксов за 100 миллилитров. Что у нас тут? Опа! Я сделала свет! Прикольно. Сколько живу и не догадывалась, что есть такое стекло, которое можно из прозрачного превратить в матовое. Смотрите. Ой, я закрываю с водителем связь. Ой, я шторы закрываю. Ребята, с таким функционалом здесь можно жить. Особенно вот эти ноги вытянутые – это такой балдеж, ребята. Такой балдеж. Вам не передать. За такой балдеж с моей карты будет списываться 320 долларов каждый час. Реально максимально комфортная машина. Вот как маршрутка, только маршрутка хуже. Она размер как маршрутка и только для двоих человек. Это супер. Макао – чуть ли не единственный город в мире, где из аэропорта турист может абсолютно бесплатно добраться в разные точки города. Тут есть куча автобусов, которые без денег везут прямо к дверям разных казино. Вот этот отвезет к казино Паризе. А этот – к гэлакси. Фри шаттлбас. Фри – ключевое слово. Это расписание. Казино Венишин находится в самом центре. Так что поеду к нему. Девчонки, кто со мной? Девчонки в масках саб-зироу. Ну и здесь все наши. Человек в богатой золотой одежде с позолотой. Были рядом с ним. Потому что у меня мало денег, мне говорит о том, что я не могу жить как король. Я пересяду к принцессам Макао. Смотрите «Орел и решка» – это новички. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Прикольно! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Макао – идеальный мегаполис для туриста-новичка. Здесь есть на что посмотреть. Здесь есть чему удивиться. И что еще очень важно для туриста, который ходит и смотрит на все это с открытым ртом, Макао – один из самых безопасных мегаполисов на планете. Тут нет безработицы, а потому нет бедных и желающих тебя обворовать. И так давайте я вам расскажу, что такое этот Макао. Мама, я сегодня приехал в Макао. Это территория размером с Мукачево, на которой втиснулись людей, как в кривом роге. И все эти люди зарабатывают в год полбюджета Украины. Откуда столько денег? КА-ЗИ-НО! В Макао вся жизнь крутится вокруг казино. Это и главный работодатель, и главный источник миллиардов. Денег так много, что в Макао исполнилась мечта каждого человека. Деньги из бюджета просто так раздают гражданам в виде премии. Тысяча двести долларов. А это правда, что вам выдают тысячу двести долларов в месяц? Да, но только не в месяц, а в год. Получается, по сто долларов в месяц. Кажется, Макао – это мегаполис мечты. Здесь все живут счастливой, беззаботной жизнью. Маме, передайте привет, маме. Вы меня прокляли, да? Спасибо, спасибо. Казино Макао как магнит притягивает миллионы миллионеров с их миллионами. Неудивительно, что для них здесь понастроили кучу роскошных отелей. Именно в Макао находится самый дорогой отель в мире – Зе-13. Официально его постройка обошлась в полтора миллиарда долларов. Но поговаривают, что на него потратили в три раза больше. Только представьте, в этом отеле есть номер, который в сутки стоит как трехкомнатная квартира в центре Киева. Сто двадцать восемь тысяч долларов! Люди, за что вы платите такие деньжищи? На входе стоит автопарк эксклюзивных красных Роллс-ройсов, каждый из которых стоит миллион долларов. Внутри отеля все в золоте и расписных потолках, как в Версале. В ресторане отеля работает шеф-повар Барака Обамы. Говорят, только на отделку каждого номера потратили 7 миллионов долларов. На стенах сады и водопады! Ааааау! Но есть одна проблема. Чтобы остановиться в отеле Зе-13, нужно стать членом закрытого клуба, оплатить взнос 38 тысяч долларов и дождаться, пока твою кандидатуру утвердят. В общем, даже я со своей золотой картой пролетаю мимо и сворачиваю в другой роскошный отель. Знакомьтесь, отель Морфеус. Посмотрите на эту кракозябру. Скелет здания не внутри, а снаружи. Этот скелет удерживает отель, чтобы его не сдул ураган и не развалило землетрясение. Вау! Блин, тут так красиво! Офигеть! Ребята, посмотрите! Это какой-то реально космос! Ну разве это похоже на ресепшн? Это же пульт управления полетами. А это не лифты, а межгалактические корабли. Ну классно же! Это просто космический отель. Я, честно, уже в таком предвкушении, что же меня в таком случае ждет за номер, если тут такой уже холл прекрасный. Официальный хэштег. Однажды был случай в далеком Макао. Макака коалу в какао в Макао. Коала какао лениво лакала. Макака макала коала и кала. Повторите его 7 раз и, возможно, вызовете недоумение. Ставьте лайки, подписывайтесь. Я погулял 3 часа по Макао и заметил, что вокруг тысячи и тысячи туристов из материкового Китая. Китайцы, наверное, самая азартная нация в мире. И для них Макао – это мегаполис, который исполняет их самое заветное желание – играть на деньги. Вот вы знали, что в Китае запрещено играть в азартные игры. За подпольные казино там надолго сажают в тюрьму и даже расстреливают. А в соседнем Макао китайцам можно всё, что нельзя дома. Почему Китай это не прикроет? Да потому что казино приносит немыслимые деньги. Давайте зайдем в казино. Здесь очень красиво, правда. ПЕСНЯ Спросите, что это было? А, это холлы, которые ведут в логово азарта. И горные залы казино. Извините за качество съемки, но в казино строжайше запрещено снимать. Надеюсь, меня не поймают. На потолке десятки камер. Так в казино следят, чтобы никто не жульничал и запоминают лица игроков. Еще за игроками следят агенты нацбезопасности Китая. Если китаец проиграет больше десяти тысяч долларов, у него потребуют доказать, что он заработал эти деньги законно. По приезжим китайцам видно, что они дорвались. Толпы облепили игровые столы. Многие сидят с чемоданами из аэропорта прямиком в казино. Китайцы привозят с собой деньги и проигрывают сотни, тысячи и даже миллионы. Для того, чтобы не разорить материковый Китай, власти запретили ввозить в Макао больше трех тысяч долларов. Но предприимчивые китайцы идут дальше и берут с собой максимально дорогие часы, чтобы здесь заложить их ломбард и дальше играть в казино. Смотрите, вон кто-то сдал часы за 77 тысяч долларов. А вон кто-то распрощался с фамильным перстнем за 270 тысяч долларов. Извините, я бы хотел сдать свои часы. Мы не принимаем такие часы. Итог моего похода в ломбард – они не приняли мои часы, потому что они слишком дешевые для них. Ребята, это мой первый в жизни номер за 13 с половиной тысяч долларов. Я очень волнуюсь, если честно. А-а-а! Тут есть лифт. У меня в номере есть лифт. А-а-а! Это моя гостиная! Блин, как здесь красиво! Опа! Фрукт? Что это за фрукт такой? Непонятный. Мраморный столб. Мне очень нравится. Это очень стильно. Какая прелесть. Вау! Вау! Какой кровотчик! Боже мой, как хорошо. Пошли дальше смотреть. Ванна с розами. А-а-а! Клёво! Ну, сауна походу, да? Пошли скорей! У меня есть ренажерный зал! Ты столько всего! Пойдем на второй этаж. Пойдем? Офигеть! Офигеть! Кинотеатр, друзья! Что же за диагональ-то такая? Тут есть караоке! А знаете что? Вообще не жалко за такой номер отдать 13 с половиной тысяч долларов. Все равно не мои. Наверное, я что-то не посмотрела. Судя по тому, что оператор не прекращает все. Но мы можем пойти посмотреть детали. Будем смотреть детали. Блин, посмотрите. Это отельная зубная щетка. Я домой соберу. Блин, практически как Паркер. Сувениры. А это что? Дома разберусь. О, это желатинки! Ну извините. Я потом привыкну к этому всему и уже буду спокойно относиться. А потом я не могу так оставить. Побывать в Китае и не попробовать экзотики будет как минимум глупо. Поэтому сегодня на обед у меня пресноводная черепаха. Китайский трионикс в Китае ну как курица. В некоторых странах он занесел местную красную книгу, но здесь, видите, это никого не останавливает. Помните тортиллу из Буратино? Львенка и черепаху. Сегодня я сожру ваше детство. Ну что, приятного аппетита! Три доллара, три доллара. Три доллара, три доллара. Когда я показал, что черепахе конец, она улыбнулась. Приятные люди здесь работают. Он достает ее из рыболовной сети. Это длилось секунду. Прости, тортилла. Момент отделения ее от панциря. Вימimiz Unit 3 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Пахнет пока только луком, он перебивает весь другой запах. Я не сторонник того, что я сейчас делаю. На вид это просто жаркое, собственно, главный гвоздь программы. Ммм. Оно очень жилистое. Там все в костях. Зато китайцы просто обожают есть пресноводных черепах. Они считают, что черепашатина – это вроде эликсира долголетия. На вкус-то плохо прожаренная говядина. И очень костлявая. И не особо вкусная. Поэтому затея так себе. Все, спасибо. Сколько с меня? Э, стоп. Мне же говорили другую цену, я же не глухой. Она говорила 22 до этого. Оказалось, что 22 потаки или 3 доллара – это цена за порцию черепахи. А мне приготовили целую черепаху. И стоит это – 109 долларов. Вот хоть убейте, я не знаю, что делать. У меня просто нет таких денег. С перепуга я выгреб почти все, что у меня было. Пойдем, пока она не поняла, что происходит. Я первый раз попал в ситуацию, когда одно блюдо стоило больше, чем все мои деньги на два дня. Это какое-то тройное комбо невезений. Черепаха умерла ни за что, оказалась невкусной и выдавила у меня почти все деньги. Осталась какая-то мелочь. 50 потак – это 6 баксов. Не представляю, когда жить в икенд. Что делать, что есть, где ночевать. Короче, жесть. В Макао ты и не подозреваешь, что на тебя и твои денежки идет охота. И в роли охотников тут – казино. У каждого казино своя приманка. Одни заманивают к себе яркими фасадами и вывесками. Другие манят необычным интерьером. Приятно познакомиться. Королева Ольга. Третьи – манят бесплатными фуршетами. А самые богатые казино заманивают бесплатными шоу. Знаете, что это значит? У меня есть шанс выжить в Макао без денег. Я буду питаться бесплатными вкусняшками и смотреть бесплатные шоу. Смотрите, я сейчас иду кататься на фуникулере, который абсолютно бесплатный. КОНЕЦ На первый взгляд все эти шаровые развлечения кажутся очень невыгодными. Но казино Макао – это продуманная до мелочей машина по выкачиванию денег. Казино тратит на приманки миллионы, чтобы потом заработать миллиарды. Все, что здесь бесплатно, оно бесплатно, только бесплатный сыр мышеловки. В результате ты все равно должен попасть в казино всеми способами. А вот вам еще одно интересное место. Находится напротив отеля Венеция и неналеко от Морфеуса. Обязательно оно к посещению, потому что здесь я для вас спрячу 100 баксов. Ладно, чтоб вы долго не мучились. Вот отель Венеция, а вот отель Морфеус, а вот тут я. Прячу для вас бутылку со ста долларами под камушками между деревьев. У меня в кармане 6 долларов, но я не унываю, Макао – это же Азия. Здесь сто процентов есть какой-нибудь дешевый хостел с раскладушкой и клапами. Оказалось, что в центре Макао даже не знают слова «хостел». Вот, таксисты точно должны все знать. Таксист отправил меня в старый город, где живут простые люди. Как настоящая женщина, поманит, но не дает. Вскоре пополам эта хохотушка объяснила мне, как добраться к ближайшему городу. В первом хостеле меня не пустили. Во втором все показали, но сказали, что на два месяца там все забито. В этом хостеле она сразу сказала «а фуле, а фуле, а фуле, а фуле». Что в переводе со странного языка значит «полный», так что походу или гулять всю ночь, или всю ночь гулять. Кажется, я не один такой в Макао, кто хочет где-то переночевать, а переночевать негде. Не, он закаленный. Тут очень холодно. Маканийский морж. Где здесь можно переночевать бесплатно? Не знаю. Может в какой-то кафешке или еще где-то? В ресторан быстрого питания. Он круглосуточный? Я могу там переночевать? Попробуй. А куда идти? Да тут пару метров. Макдональдс. Это неплохой вариант. И нам надо пожаловать в место моей первой ночи. Все, народ, спокойной ночи. Боже, какой гай. Уснуть все равно не получается. Поэтому открываю свой видеожурнал «Новый блог. Ночной лист в ожидании рассвета». Первый час ночи. Люди вокруг подозрительные. Пахнут полуфабрикатами и нарастающим отчаянием. Скоро пойду искать пропитание. Ночной лис готовится к пехоте. Второе час ночи. Как я обещал, выхожу на охоту за провинцией. По на пяти. Третий час ночи. Помните, Том Хэнкс в фильме «Язкой» придумал сам себе друга в виде меча? Знакомьтесь. Мистер Картошка. Неприхотлив. Лег в общении. Отзывается на холестерин. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Четыре. Пять часов здесь. Обрел, если не друга, то товарища. Это Борян. Жена постоянно пилит мозг. Борян заливает горе газировками. Борис. Борис. Ночной дюйс в ожидании рассвета. Час шестой. Доказано. Ветры чистые зубы. Клубосудочные кафешки. На общественном туалете. Значит, жизнь идет в гору. Сплекли. Борис. Час седьмой. Заключительный. Мы сделали это, ребята. Барян, держись, все образуется. Доброе утро, Маккао. Наверное, вам будет это неинтересно, но я еду в СПА. Хотя, думаю, я смогу вас удивить. Не могу держать в тайне. Короче, тут делают эксклюзивную косметическую маску за 650 долларов. Уже в холле видно, что денег в это СПА угрохана куча. В холле лежит снег. И растут березки. Которые, между прочим, привезены с Норвегии сюда. А снег искусственный, но… О-о-о! Саня, он холодный! Боже, я бы в жизни не подумала, что это не настоящий снег. Они делают его каждый день из желе. Главная фишка этого СПА-салона – косметическая маска из чистой платины, драгоценного металла дороже золота. Такого больше нет нигде в мире. Интересно ж, сколько она стоит. Но мне сказали, что она эксклюзивная и стоимость не разглашается. Если честно, я думала, что платино будет потяжелее. Я думала, что сейчас так и у меня лицо просадится в подушку. А как эта маска действует? Она еще не начала действовать. Я подключила ее к аппарату микротоковой терапии. И сейчас вы все почувствуете. Она сейчас только может быть бить. Если будет больно, скажите, и я остановлю процедуру. Окей. Я чувствую покалывание. Очень странное чувство, когда по твоему лицу пьет миллион, миллион таких тоненьких, но уверенных разрядов тока. Которые еще и в ногу отдают. Причем одну, в правую. Чувствую именно вот, наверное, шесть передних зубов, именно верхних, как по ним вот проходит ток. Мне довольно некомфортно разговаривать, пока нам не маска, потому что мне становится больновато от ударов тока. О, ну это, ну фу, на зубы. В общем, я расскажу вам все за кадром. Платина отлично проводит электрический ток. Лицо человека через маску бьют частыми разрядами. От этого мышцы быстро сокращаются. В общем, немного боли для девочки Оли. Но эффект, обещают, будет вау. Овал лица подтянется и превратится в наливное яблочко всего за 20 минут. Ну что, взглянем на результат. Боже мой, вы посмотрите, яка молода девчина. Посмотрите, как ваши щечки поднялись вверх и стали упругими. Если честно, какой-то эффект от этой процедуры есть. Но платить за это 650 баксов – не. Лично для меня платиновая маска – это чисто маркетинговый ход. Окей, парни, собрались, собрались. Моторы завели. Я уже понял, что в районе казино мне делать нечего. Поэтому приехал в старый район Макао. В старом городе можно посмотреть на настоящую жизнь Макао. Тут экзотика на все 360 градусов. Когда уже нагулялся и запурчало в животе, нужно идти на улицу Руа Ду Куя. Это супермаркет уличной еды. Чтобы заманить клиентов именно к себе, местные продавцы раздают бесплатные пробники вкусняши. Наглость на максимум, совесть на минимум, погнали обедать на халяву. Зазовем это щедрый бутерброд. А еще здесь можно попробовать любимое лакомство местных – китайское острое или сладко-соленое мясо – баква. Это мясной фарш, смешанный с сахаром, соевым соусом и специями. Его раскатали, высушили в печи и получили вот такие большие мясные листы, похожие на картон. Как тонко, элегантно контрастирует вкус печенья и теста с острой свининой. Очень острая свинина, причем из трех-четырех, которые я попробовал, все были острые, без исключения. Стой, ребята. Это алтарь со стопочками. В Макао есть интересный обычай. Чтобы в магазины приходили богатые клиенты, хозяева ставят вот такие маленькие алтари с алкоголем для богов. Ребят, за вас, за Орел и Решку, за Макао. Спасибо всем, кто за этим наблюдал. Так элегантно подбухивать в центре Макао мне еще не приходилось. Ребята, финиш, пенита, все три. У меня села камера. У меня осталось еще одно незаконченное дело в Макао. Когда я вчера утром радовалась золотой карте, на эмоциях я сказала… Я прыгну с башни Макао, я прыгну… Это самая высокая башня в мире, с которой можно прыгнуть. Высота прыжка – 233 метра. Прыжок с башни Макао – это пятно на безупречной репутации Андрея Беднякова, который так и не спрыгнул с башни. И отважный подвиг Леси Никитюк. Банджи-джампинг в Макао уже стал неким посвящением ведущей Орла и Решки. Так что, похоже, у меня нет выбора. Ну, чего заванила, чего хотела? О, привет! Видишь эту башню? Да. Я считаю, что это такое одно из самых страшных психологических испытаний для ведущего. В общем, ты не прыгнула. С нее я прыгну! Вместе с тобой! Я купила тебе тоже! Если ты, конечно, не струсишь. Спасибо тебе огромное, Оль. Спасибо тебе. Это все? Это твоя вся реакция? Ты сейчас будешь отсюда прыгать! Прыгать! Повтори еще раз. Ты сейчас пойдешь на эту башню и будешь с нее прыгать. Оля! Оль! Оля! Гори в аду! Пошли! Мы реально идем прыгать. Реально идем прыгать! Вот видите его реакцию? Вообще по нулям. Да я нормально. Меня уже трясет. Я коплю эмоции. Меня уже трясет. Мне просто кажется, ты не прыгнешь по итогу. Я не покажу тебе свой страх. Я видел, как умирает черепаха. Мне кажется, камень. Сейчас мы будем подписывать бумагу о том, что если с нами что-то случится или мы умрем, то мы не будем за это вести ответственность. Ну, они. Не мы, а... Я подкатую слезы. Я подкатую слезы. Я подкатую слезы. Я сейчас буду прыгать с этой вот банджи. По моему сложится диверное ощущение, что я дрожу адстратно, но это холодно. Макарек, что я делаю? Я смельчат? Как красиво, ребята! Антоха, ну насмотришься на крышки. Наш девиз – славоумие и отвага. А, это пока. Это на берегу. Ух вы! Ух Вы я! Да, зар, зар! Ух вы! Ух вы! Ух вы! Он! Уж и д hah! Детает уважение Аух у вас. Господи! Я прыгнула! Я прыгнула! Ребята! Это очень страшно. Это первые секунды. Мне кажется, что твоя жизнь закончилась, у тебя внутри так все переворачивается. У меня в жизни так ничего не переворачивалось. Это просто потрясающе. Мне нужно замечать логически. От двоих ведущих они избавиться не могут. Одна уже внизу. Если честно, мне кажется, что не прыгнуй. Ты хочешь мне сказать что-нибудь, чем ты прыгаешь? Абдуба! Прыгай! Абдуба! Прыгай! Абдуба! Прыгай! Ну что сказать, Макао, мы запомним тебя навсегда. Нажал, все. Монетка у тебя? Так, друзья, все, работай. Здесь родился новый сезон Орла и Решки – мегаполисы и его новые ведущие. Я прыгну с башни Макао! Оля, гори в аду! Макао, теперь наша жизнь не будет прежней. Все, поехали-поехали. Ты заставил меня выживать на 6 баксов. А меня искупал в роскоши. Блин, как здесь красиво. Так элегантно подбухивать мне еще не приходилось. Восьмический отель. Макао, я в тебя даже влюбилась, но ты меня бросил. С двухсотметровой башни. Это просто потрясающе. Ты не прыгнешь по итогу. Чао какао, макао. Не прыгну. О, это желатинки. Извините. Я потом привыкну к этому всему и уже буду спокойно относиться. А потом я не могу так оставить. Атонго! Приегай! Атонго! Приегай! Это страшно! Давай второй раз! Давай! 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 Аааа! Я тебя поздравляю! Я предлагаю тебе вот так и уходить. Вот так. Ладно, слушай, нам надо лететь в аэропорт. Не-не, давай еще. Нам надо в аэропорт лететь! Мы опаздываем! Я понимаю, что тебя ночевал. Все, давай, потом по дороге в аэропорт расскажешь. Все. Друзья, пока! Пока! Встретимся в следующем городе! Все. Ну, конечно.